ПАНТОТЕ ХАЙРАТЕ Синодальный перевод «Всегда радуйтесь», да и другие так переведут «Всегда радуйтесь», я вот перевел «Постоянно радуйтесь», потому что ПАНТОТЕ, с моей точки зрения, это означает скорее такое непрерывное, непрекращающееся действие, а «Всегда» это немножечко другое, но неважно, можно и «Всегда радуйтесь» перевести. Все понятно, да, почему я этот стих подобрал? Знаете, потому что этот стих очень трудно применить, как можно всегда радоваться. Есть такой анекдот очень поучительный, да, про девочку, которая носила каску на стройке, это объясняет инженер по технике безопасности, вот на нее упал кирпич, она только засмеялась и побежала. С тех пор так смеется и бегает, бегает и смеется. Ну, то есть тяжелая травма. Только дурачок всегда радуется, правда? Глупый человек, его бьют, а он смеется, у него отнимают, а он смеется, он не понимает просто, что с ним происходит. Давайте посмотрим на окружающий мир. У нас что, много поводов для радости? Нет, ну, конечно, они у нас есть, и понятно, что верующий человек, он обязательно найдет повод для радости и благодарности, хотя иногда это бывает немножко трудно сделать, но найти можно, но не всегда же. Ведь есть очень много печали. Радоваться на похоронах, радоваться, когда что-то происходит ужасное, мерзкое. Я не понимаю этого. Нет, когда я говорю «я не понимаю», я не то чтобы, знаете, такую риторическую фигуру применяю, так сказать, я не понимаю, но на самом деле понимаю. Нет, я правда не понимаю. И мне кажется, это важно отмечать в Священном Писании, об этом говорил, например, митрополит Антоний Сурожский, не только те места, которые тебе нравятся, которые ты вот прям готов исполнить, ну, может, не всегда получится, но вот хочется их исполнить, но и те, которые занозой сидят и думаешь, как это, зачем это? Вот у меня этот стих «Всегда радуйтесь». Давайте попробуем вместе эту занозу, ну, не то чтобы вытащить раз и навсегда, но хотя бы сделать не занозой. Контекст. Синодальный перевод с 14 стиха. «Омоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Вот как раз, смотрите, бесчинные, то есть, ну, те, кто хулиганит, безобразничают, малодушные, те, кто боятся, прячутся. Слабые, те, кому плохо, никаких поводов для радости, да? Поддерживайте, будьте долготерпеливы. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Ну, понятно, это у нас очень принято. Это, кстати, некоторое, ну, переосмысление ветхозаветной заповеди око за око, зуб за зуб, где тебе выбили глаз, значит, выбей глаз, тебе выбили зуб, выбей зуб, но не больше. А тут вообще не надо никому ничего выбивать. Но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Это очень трудно. Есть люди, которым я, ну, не могу искренне пожелать добра. Я могу очень постараться им не желать зла, но добра пожелать им у меня не получается. Ну, ладно, я согласен, что вот совершенный человек будет желать добра всем. Ну, абстрактно я тоже всем желаю добра, долгих лет, здоровья, счастья. Но про некоторых людей я... Их не очень много, их совсем мало, но вот я так на самом деле не думаю. Но, словом, я понимаю, что, значит, всегда всем желать добра. А что значит всегда радуйтесь? Вот оно тут идет дальше. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. Не сильно лучше, потому что... А когда, простите, покушать? А когда поспать? Ну, ладно, во время еды тоже можно молиться, а во время сна... Ну, развлечься, в конце концов, хочется. Это что за фарисей такой, который молится с утра до вечера, больше ничем не занимается, лбом о пол стучит? За все благодарите. И это не очень понятно, потому что... Как можно за все благодарить? Тебя бьют, а ты благодаришь. Тебя оскорбляют, а ты благодаришь. Очень много в жизни поводов не благодарить. А, ну, ладно, хорошо, благодарите Бога. Бьют, отнимают. Это спасибо тебе, Господи, что взял деньгами, как иногда шутят, и, в общем-то, правильно шутят, да? И что, в общем-то, побили не до смерти, и что оскорбили не так уж сильно, и вообще мне это, на самом деле, только на пользу. Благодарите Бога. Да, тоже я не очень готов это исполнять, трудно мне это дается, но я понимаю. А что значит всегда радуетесь? По-прежнему нет. Ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Ну, 19 стих сейчас не буду читать, потому что это еще одно трудное место. Следующий раз. Так вот, что же это такое? Вы знаете, мне кажется, это, вот это выражение пантота хайрета. Хайрета, это, кстати, по-гречески еще и приветствие. Вот мы говорим здравствуйте, а они говорят радуйтесь. Говорили хайрета, на современном греческом это произносится как хэрета. Понятен смысл. Радуйтесь, то есть пусть вас радует жизнь. Это, кстати, даже еще лучше, чем здравствуйте, потому что можно быть здоровым, но несчастным, правда? А можно быть больным, но счастливым. Мне кажется, второе лучше. То есть счастье такое субъективное понятие, и его трудно описать внешними категориями, но человек, который счастлив, он... Ну, иногда же люди болеют, в конце концов, и умирают один раз в жизни. Но если они это делают с радостью, с чувством легкости, с каким-то вот благодарением к окружающим, к Богу, ну, даже смерть при всей ее трагичности для них не кажется чем-то чудовищным. И, может быть, это об этом, может быть, это приветствие. Может быть, Павел говорит «Привет всем!» Он не говорит, чтобы вы всегда радовались, как наставление. Да нет, тоже не очень похоже, потому что такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Знаете, я могу себе это объяснить только одним. Вот это слово «пантота» и дальше еще «одиалейптус» — это значит «беспрестанно», да? «Молитесь». Мы не можем это выполнить, вот как в этом анекдоте про девочку, бегающую и смеющуюся. Как и молиться невозможно абсолютно без перерыва. Это просто не в человеческих силах. Ну да, я знаю там про то, что можно произносить про себя и так далее. Я все это знаю, но это не получается делать абсолютно непрерывно. Но я могу это понять, как ведите жизнь, в которой радость и молитва становятся центром. Вот когда мы влюблены. Ведь тот, кого мы любим, занимает все пространство, все время, все мысли. Не так ли? Это не значит, что мы больше ничего не делаем. Нет, жизнь продолжается, но жизнь начинает расцвечиваться какими-то новыми красками. Мы видим во всем окружающем след того, кого мы любим. Мы видим, ощущаем его присутствие даже на значительном расстоянии. И мне кажется, вот это об этом. Невозможно быть в состоянии влюбленности постоянно. Это что-то вроде такого опьянения, да? Которое проходит с годами. Мы это тоже знаем по себе. Иногда даже не с годами, а значительно раньше. Но если это удается сделать некоторым центром жизни, вот эти светлые моменты, которые собой как бы покрывают всю эту жизнь, которые не проходят, как только исчезает вот это минутное состояние, а которые наполняют жизнь смыслом. Я понимаю, что то, что я сейчас говорю, в общем, звучит довольно бледно и немножко абстрактно. Но если попробовать представить себе, я думаю, что можно понять радость, которая наполняет человека просто потому, что он жив. А просто потому, что у него есть невероятно много всего хорошего. Потому что в этом хорошем он видит его союз с Богом, любовь, которую Бог проявляет к нему. И молитва — это же не обязательно молитвенное правило, не обязательно какой-то конкретный текст. А когда вот весной распахиваешь окно, за ним там сирень цветет, вот ветерок какой-то веет. Господи, какая благодать! Вот это уже тоже молитва. Даже не обязательно слова, но вот этот вдох этого свиреневого запаха, этого свежего майского утра. Или что-то еще. Можно представить каждому что-то свое, вот что-то простое, но присутствующее в этом мире, что не зависит от большого количества денег, свободного времени, крепкого здоровья, и вот всех прочих вещей, которые мы себе желаем, но не всегда, к сожалению, можем ими воспользоваться. Вот это радость, которая просто присутствует в этом мире, и которая для христианина есть радость о Боге, которая для христианина есть разговор с Ним. Может быть, это и есть всегдашняя радость и непрестанная молитва. Субтитры создавал DimaTorzok